12 глава Евангелия Теана. У нас должна быть цель в прославлении, в поклонении. В каждом деле, которое мы делаем, должна быть цель. И если ты не видишь этой цели, то в твоей жизни ты не можешь достичь хорошего результата. Вы знаете, что такое грех в еврейском переводе? Это непопадание в цель. Вы знаете, когда цель выбрана неправильно, это тоже непопадание. Когда твоя цель неправильно выбрана. Библия говорит, самый большой грех – это неверие. Вы знаете, Бог заключил всех людей в один и тот же грех. Все не верят. Все находятся в состоянии неверия. Если ты думаешь, что ты такой сильный, ты уверен во всем, я тебе честно говорю, если ты что-то знаешь, это еще не вера. Вера – это когда ты не знаешь, но ты уверен, что это произойдет. Я не знаю, как, я не знаю, почему, вы помните Иисус Навин, он был верующим, правда? Почему он посылается Глядатеев к Ерихону? Посмотреть ту землю. Почему многие отцы веры, они делают определенные вещи, которые не вписываются в наше рассуждение, понимание веры, потому что вера – это уверенность. Ты идешь по воде и все, ты не тонешь. Почему у них были определенные этапы, когда им хотелось… Почему Авраам спорит с Богом и говорит, у меня ничего нет, ты вот вывел меня и все достается. Это не молитва веры. Мы говорим об Аврааме только хорошо, потому что он верил. Но бывают сложные периоды в нашей жизни, когда тебе надо идти вслепую. Когда тебе надо идти вслепую. И каждому из нас приходится идти вслепую. Вы знаете, вы когда-нибудь заходили в комнату, где не знаете, где включатель, и темно, на улице темно, и в комнате темно, и вы так… Но вы уверены, что он там есть. Когда вы включите свет, все изменится. В нашей жизни именно так, когда мы пришли к Богу, мы пришли именно в то состояние, когда бывают темные периоды. Но когда мы этот свет включим, тогда все прояснится, все узнаем, все увидим. Вы знаете, некоторые сегодня не понимают, о чем я говорю. Они не проходят трудности. Они вообще от трудностей отказались. Они сказали, с Богом жить – это легко. Всегда легко. Но Иисус не так учил. Иоанна 12 глава. Давайте прочтем. Одиннадцатая, а у меня двенадцатая, да? Секунду. Я извиняюсь. Двенадцать, да. Точно. Откройте. Двенадцать, двадцать четыре. С двадцать третьего стиха. В ответ. Пришел час прославиться Сыну Человеческому. Смотрите, интересная вещь. Пришел час славы. Скажи, пришел час славы. Как через что? И Он говорит, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, падшее в землю, не умрет. Если пшеничное зерно, падшее в землю, не умрет. Вы знаете, интересная вещь? Мы боремся за эту жизнь. Мы боремся за определенные этапы в нашей жизни. Но Иисус говорит, если зерно, которое упало в эту землю, не умрет, оно не будет плодоносным. Что значит умереть? Умереть для себя, умереть для каких-то своих мотивов, желаний. И вы знаете, это идти вслепую. Это идти вслепую. Вы знаете, я верю, что когда Иисус верял себя вот этим людям, отдавал свою жизнь, доверялся им, то некоторые вещи от Него были просто сокрыты. Почему Он на кресте кричал и говорил, Отче, для чего ты оставил? От Него было сокрыто определенное. Он закрылся в определенном месте. Вы знаете, вера – это когда ты идешь во тьме. Когда ты идешь во тьме. Когда ты идешь во тьме. И бывает, тебе надо пройти через определенные этапы в твоей жизни, для того, чтобы этот свет воссиял. И не может быть по-другому, если ты не принесешь себя в жертву. Вы знаете, я понимаю, что если вы хотите хорошую семью, хорошее взаимоотношение, вы должны пожертвовать мужем, женой. Скажи, собой. Я должен пожертвовать в первую очередь собой. И Иисус, понимая это, Он идет на крест. Он умирает для себя. Я должен пожертвовать своими эмоциями, своими чувствами, своими желаниями, всем, что у меня есть, для того, чтобы принести плод. Вы знаете, сразу плод не является. И сразу не было, бух, церковь громадная. Масса людей ходят все и проповедуют об Иисусе Христе. И все рассказывают. Вы знаете, Он умирал. И Он, когда умер, это не произошло тоже сразу. Плод не появляется сразу. Это время. И я вам хочу сказать, вот это время ожидания, время, когда ты ожидаешь, это самое трудное время и самое тяжелое. И Он говорит, как томлюсь, когда это произойдет. У меня есть томление, когда это произойдет. Я так хочу, чтобы это было уже сейчас. Вы знаете, некоторые приходят в церковь, и они хотят по мгновению ока, чтобы это произошло. Исцеление, освобождение, благословение. То, что Бог уже дает нам, то, что Он дал. Но они не хотят жертвовать собой, не хотят отдавать свою жизнь Ему, потому что они хотят только чудес. Чудеса, они не самые важные. Он говорит, что я хочу, чтобы в твоей жизни был плод, и плод твой, скажи, пребывал. Он сказал ученикам, я избрал вас, я выбрал вас, 15 главе Иоанна, я избрал вас, чтобы плод ваш был настолько большим, чтобы он пребывал во многих веках. Некоторые сегодня ожидают, что это может произойти в одно мгновение. Для плода надо трудиться. Над своим характером нужно работать. Над своими мыслями нужно работать. Если ты не пытаешься что-то делать в своей жизни, и ты думаешь, что сделает все Бог, Он уже все сказал. Он сказал, умри. О, для себя. Перестань делать обычные свои вещи. Начни тренироваться. Вы знаете, я помню, когда нас взяли в такой, как бы, кружок у нас был, не кружок, начиналось все с того, что мы стояли возле стенки. Это был большой теннис. Вы знаете, большой теннис возле стенки. Видели такой, да? Стенка была, это стена школы. На ней была полоска нарисована красного цвета. И мы били в эту стенку и думали, что мы играем в большой теннис. И там кто-то стоит. И вы знаете, мы тренировались, тренировались, пока строились корты на другой стороне школы. Пока мы не оббили эту стенку, и директор не начал возмущаться, и все начали возмущаться, они строили корты, и они решились построим побыстрее. И вы знаете, те, которые должны были достичь успеха, они должны чем-то пожертвовать. Все дети занимались после учебы своими делами обычными. Правда? О, чем? Ну, кто-то мультфильмы смотрел, кто-то гулять ходил. Ну, у нас не было мультфильмов, ничего такого не было. У нас было все по расписанию. Погулял, улица нас воспитывала, и идешь учить уроки. Ну, как правило, маме говоришь, нам ничего не задавали. И дальше гуляешь. Если вы помните, да? Вы такими же были, да? И нам ничего не задавали. Сейчас наши дети повторяют нас, и мы знаем, какие они, правда? И мы их так... Я понимаю, что вам ничего не задавали. Давай повторим. И мы их умерщвляем, когда они не хотят умирать. Вы знаете, но целью является тот момент, что ты принимаешь решение, когда тебе умирать. Для Бога. Для того, чтобы исполнить то, для чего ты призван. Иисус умер на кресте. Но он сказал, иду, как написано. Вы знаете, семя, когда падает в эту землю, вы родились в этой земле, мы раздеждены от этой земли, но вы знаете, мы то семя, которое должно быть плодоносным. Скажи, я семя. Оу. Авраам был семенем. Он пожертвовал собой. Пожертвовал своей счастливой, хорошей жизнью. Сначала, как это, в Месопотамию, потом, в Уре-Халдейском, а потом даже дошел. Вообще, он пожертвовал собой всей своей жизнью. Вы знаете, когда ты жертвуешь своей жизнью, у Бога есть воздаяние для тебя. У Бога есть плоды, которые ты принесешь. И вы знаете, он не увидел этих плодов, даже когда состарился, в сто лет. Но со временем они начали проявляться. и вы знаете, он до сих пор пожинает то, что посеял раньше. Я хочу, чтобы вы услышали, отец веры, который шел на ощупь, не понимал, что он делает, просто делал, просто жертвовал собой, он получил обещанное. насколько велик Бог. Если Бог сказал о твоей семье, что Бог благословит твою семью, слушай, начни идти на ощупь. Начни жертвовать собой, начни отдаваться, начни делать определенные вещи, которые ты никогда не делал. Вы знаете, жертвуй временем. И вы знаете, я бросил теннис ради того, чтобы погулять. Мне нравилось гулять с друзьями своими. Я был хорош в этом. Я сдавал, у нас надо было сдавать нормы определенные, и я в возрастной группе сдавал лучше всех. Я был старшей возрастной группы, но был младше. Все время был маленького роста. Ну, такой. И моя преподавательница по теннису, она говорила, Паша, ты свой дар тратишь на пустое. Есть люди одаренные, но они тратят на пустое. На то, что не принесет вам плода. Вроде мы жертвуем чем-то, вроде мы отдаемся, умираем для чего-то. Слушай, тебе все равно придется там умереть, но ты будешь бесплоден. Знаете, почему мы сражаемся с самим собой, мы воюем с самим собой внутренне, чтобы, ну, как-то прожить эту жизнь счастливо. Земля, которое падает в землю, оно все равно погибнет. Но лучше оно сделает это самостоятельно, чтобы дать жизнь. Послушайте внимательно. Приложи усилия в том, чтобы достичь этого. И он говорит интересную вещь. Кто мне служит, мне допоследует. Где я, там и слуга мой будет. И кто мне служит, того почтит. И он говорит о чем, что, в чем я должен умирать. 26 стих. Он говорит, в чем я должен умереть. Скажи, я должен умереть. Любящий душу свою потеряет ее. 25 стих. Ненавидящий душу свою в мире этом сохранит ее в жизнь вечную. Тут не говорит, что ненавидит себя. Вы знаете, люди, которые ненавидят себя, они не могут любить других. Но тут говорит, ненавидящий удовольствие этой жизни, а любящий исполнять волю Божью. Вы знаете, надо влюбиться в ту цель, которая тебе предназначена. И снова я хочу, если ты бесцельно проводишь время, ты все равно умираешь. Лучше иметь цель. Правильнее иметь цель. И вы знаете, кто для нас является целью сегодня? Иисус. Я должен потерять свою жизнь, ради Иисуса Христа. Вы правильно мыслите. Ход нашей мысли правильный. Но давайте посмотрим, как мы теряем эту жизнь. Что мы делаем для того, чтобы Иисус отобразился в нас? Что мы делаем для этого? Вы знаете, я хочу встречи с Иисусом Христом. Я хочу, чтобы Он ходил со мной. Он направлял меня. Он делал определенные вещи за меня. Но вы знаете, я ловлю себя на мысли, что Он уже все совершил на кресте. Мне просто надо поверить. Мне просто надо включить свет и увидеть, что Бог все уже совершил. Давайте откроем. Это в римлянах написано, в 10 главе. Моя цель в 13 стихе. Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Что такое призвание? Это тот, который уже знает Его и познал Его. Вы знаете, призвание, когда ты входишь в это, ты входишь в это состояние, ты призываешь Иисуса Христа в свою жизнь, ты осознаешь, что тебе нужно уже умереть. В твоей жизни должен отобразиться Иисус. В твоей жизни должно появиться тот плод, который должен Он увидеть для себя. Вы знаете, мы должны быть плодоносными для Него. Не для себя, не для кого-то, а для Него. Вы знаете, я хочу, чтобы моя жизнь соответствовала тому, что Ему хочется видеть, а не тому, что мне хочется видеть. Когда-то не ездили на курорты, сейчас ездят очень много, да? В Африку, там, ну, Африка, Египет, это же Африка, в Турцию, там еще куда-то. И вы знаете, когда-то не ездили, ну, когда-то были другие удовольствия, и люди тратили время для того, чтобы получить это удовольствие. Раньше люди, кроме шинка, шинка, да, на украинском мове, як-то называется, шинок, шинок, да, шинок, они дальше не заходили, у них удовольствие там было. Они сидели там, выпивали и гуляли. Вы знаете, я не против, чтобы погулять чуть-чуть. Я не против, чтобы отдохнуть чуть-чуть, но, но послушайте, некоторые видят, что они должны получать только от жизни удовольствие, только удовлетворение. Но, слушайте, когда мы живем для себя, мы только думаем за себя. Мы думаем о том, чтобы угодить своей плоти. Мы не умираем. Мы не думаем, чтобы угодить ему. Но если я рассуждаю и размышляю, Господи, что мне сделать, чтобы тебе понравилось? Что мне сделать, чтобы тебе захотелось это видеть в маме? О, Он не против, чтобы ты отдохнул. Он хочет, чтобы ты был свеж, чтобы твои ноги были, как у оленя, чтобы ты был силен. Но, послушай, это не самое важное. Он хочет, в первую очередь, изменения твоего сердца, чтобы ты захотел умереть. Я захотел умереть. И Иисус говорит, как желаю и томлю, чтобы это свершилось. Он шел не отдыхать. Он шел не для того, чтобы ему служили. Он пришел, чтобы умереть. Мы говорим, что мы ученики Иисуса. Он говорит, ты последуй за мной. Следуй за мной. Другими словами, следовать, это значит идти так, как Он. Последователь. Смотрите, ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Вы знаете, кого ты призываешь, это ты призываешь того, в ком ты будешь последователем. Ты должен стать этим последователем. Я должен стать последователем Его. Умереть для себя. Хорошо. Смотрите дальше. Но как призвать, кого не уверовали? У тебя должна быть цель. Кто моя цель? Скажи Иисус. Вы знаете, некоторые приходят сюда в церковь, они не знают Иисуса, хотя из других евангельских церквей приходят. Они все равно, что Иегове служить, все равно, что ходить в другую церковь. Им все равно. И я с некоторыми разговариваю, и они говорят, мне здесь открылся Иисус. Знаете почему? Потому что у нас есть, скажи, цель. Молодец. У нас целью является Иисус, потому что в Нем обитает вся полнота Божества телесно. Он нарисовал нам эту цель. Когда вы говорите о Боге, который живет в воздухе и везде, вы знаете, так верят разные монахи, даже тибетские монахи, они тоже верят в такого Бога. Когда я читаю Псалмы, я смотрю на все, что совершил Господь, я вижу Его величие, и Бог везде. Но вся полнота в Нем, вся полнота в Иисусе Христе. И если я не понял, кто для меня является целью, и кого я должен достигнуть, к кому я должен прийти, моя цель должна быть Иисус. Когда я устремился к Нему, тогда я становлюсь похожим на Него. Я буду стараться жить так, как Он. Потому что некоторые думают, что мы проживем жизнь хорошую с Богом. И Бог – это Тот, Который сидит на облаках. И все вокруг – это Бог. Я пойду, не буду ничего делать, а Бог будет со мной, Он будет окружать меня. У меня все хорошо, у меня все классно. Но это не цель. У меня должна быть цель, цель в Боге. И цель в Боге – это Иисус. Иисус, скажи Иисус. Я должен Его познать всем своим разумением, всей крепостью. Я должен… Смотрите, когда мы прославляем Бога, я прославляю Отца, я хочу славить Отца. Но Он говорит, ты не можешь прийти, если у тебя нет правильной цели. У тебя есть одна дверь, через которую ты можешь войти. У тебя есть один вход, в который ты можешь войти. И этот вход – Иисус. Как проповедовать, если не веруют? Как можно говорить людям, которые не веруют в это? Вы знаете, многим людям надо просто уверовать, что Иисус есть тот, который ответ на твой вопрос. Вы не можете угодить Богу, если не поверите в Него. Если не будете стремиться жить в этой жизни, как Он. Я не могу угодить Ему, если не буду с Иисусом. Цель моя является познать Его. Скажи, познать Иисуса. Смотрите, Иоанн говорит, но как призвать в кого не уверовал? Как веровать в того, о ком не слышали? Как слышать без проповедующего? Прямо в Ветхий Завет. Хотя весь Он свидетельствует. Люди проповедуют сегодня о Боге. О Боге из трех букв. Я не верю в Бога из трех букв. Я верю в Иисуса Христа. Он цель. Он открывает мне Бога Великого. Мой Бог всемогущий. Насколько Он велик. Наш Бог так велик. Пой со мной. Когда ты поешь о Нем, ты видишь кого? Насколько Он велик. Смотрите дальше. Интересно. Мы имеем этого Бога. Нам не надо, когда ты познал Иисуса Христа, тебе не надо уже посредник. Один посредник. Знаете, почему люди заблуждаются и входят в заблуждение, ищут себе тех посредников? Потому что они не имеют Иисуса. У них, у кого-то посредник, сторожевая башня, у кого-то посредник, пастырь, у кого-то церковь посредник, у кого-то жена-муж. Ты помолись за Меня, я потом. Вы сталкивались с таким, да? Ты молись за Меня. Не, послушайте. Если ты имеешь Иисуса Христа, тебе не надо посредник. Тебе не надо тот, который представлял бы тебя перед Богом. Ты имеешь Его. Тебе не надо даже в церковь ходить для этого. У тебя есть Иисус. У меня есть Бог, Который любит Меня. Но слушайте внимательно. Почему мы собираемся вместе? Почему мы здесь? Потому что я хочу подкрепление в моей вере, чтобы когда я иду нащупать вот тот включатель в своей жизни. Вы знаете, этот включатель это прообраз того Христа, который я вижу. Он не есть включатель, он есть свет. Но послушайте внимательно. Свет, который просвещает всякую тьму, он светит везде. Этот включатель это мой Иисус. И когда я захожу, мне нужны те люди, чтобы которые наставили меня правильно уверовать. как проповедовать, если не уверуют, как можно говорить людям, которые не веруют, а как слышать без проповедующего. И сегодня нам надо услышать то, что Иисус в нашей жизни является тем основным, ради которого мы ходим в церковь, ради которого мы познаем и мы хотим узнать. И вы знаете, послушайте внимательно, если вы уже забыли, кому вы поклоняетесь, вам надо срочно включить свет в своей жизни. Потому что то, что у вас происходит, не есть очень хорошо. Он просвещает всякую тьму. Он приходит в вашу жизнь тогда, когда вы ничего не можете. Поэтому мы собираемся здесь подкрепить друг друга в вере. У меня включился свет. Вы знаете, я нашел Иисуса. Я встретился с Ним. Я говорил о Нем. Когда я читаю Библию, я смотрю на этих, в этих строках, я ищу Его, потому что Он включает меня, Он изменяет меня, и Он дает мне силу. Всемогущий Бог. Когда у меня есть вот эта первая цель. Правда? Когда у меня есть правильное направление. Я готов умирать ради этого. Но мне надо поддержка, мне нужна вера. Авраам шел. Ему нужна была поддержка время от времени. Ему нужна поддержка. Поэтому мы общаемся. Поэтому мы приходим в церковь. Послушайте, тут написано. Итак, 17 стих. Вера. Включите свет. Слушайте внимательно. Вот почему мы ходим пять раз в неделю в церковь. Некоторые шесть, а некоторые и не выходят отсюда, потому что у них вера отслышанность. Мы зависимы не от церкви, некоторые. Вы церковозависимы. Слушай внимательно. Я не церковь, я верозависимый. Я хочу слышать слово, которое оживляет меня. И вы знаете, у вас было такое ощущение, когда вы не приходите и не слышите проповедь, которая возбуждает вас, поднимает вас. Вам надо слово, вам надо то, что оживляет ваш дух внутренне. потому что тот Христос, который внутри тебя, он живой. И его надо кормить, его надо питать. Это ты сам, твоя жизнь. Тот, кто во Христе, тот новое творение. Мне надо слово. Иисус говорит, «Не хлебом единым жив новый человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». О, послушайте внимательно. Вы каждый день встаете к холодильнику, идете, покупаете что-то себе, покушать, готовите, правда? Каждый день мы что-то делаем, определенные вещи в свою жизнь, для того, чтобы это было... Мы хотим, чтобы наша жизнь была полна сил, удовлетворения. Правда? И мы любим вкусенького. Почему же мы аскетичны или нам ограничиваем себя в слышании слова? Или мы все знаем? Или тот, кто в нас уже умер, задумайтесь над этим вопросом, потому что некоторые потеряли Иисуса, они потеряли цель, они потеряли и тот, кто внутри вас, он уже умер. Вам надо срочно оживить свой дух, вам надо срочно прийти к Богу и сказать, «Господь, прости меня, я что-то делал не так, я теперь не получаю удовольствия, когда я прихожу к тебе, я не получаю удовольствия от слова, я не получаю удовольствия от того, что хожу с тобой, потому что слово, которое ты даешь мне, оно оживляет меня». Но спрашиваю, разве они не слышали? Слышали, но оно их не оживляло. Оно их не оживляло. По всей земле пронеслась. Вы знаете, некоторых не оживляют слово только по одному, что утратил ту цель, ради которой ты посажен был в эту землю. Моя цель это принесение плода Иисусу. Слушай внимательно, моя цель принесение плода Ему. Моя цель это Иисус. Вы знаете, если растения росли бы вниз, ну, картошка только вниз растет. Да? Нет, она вверх растет, нормально растет. Все нормально растут. Это корнеплод называется. А вот корни, чем больше куст, тем должны быть лучше корни. Правда? Послушай внимательно. Когда то, что ты бросаешь в землю, хорошо укоренилось, хорошо полностью выжила, выжила весь сок, умерла. Кто из вас копал картошку? Молодцы. Вы помните, вы копаете картошку и вы выкапываете куст один, второй, и среди них есть такая сморщенная, такая маленькая одна, которую бросали вы весной. она может даже сгнившая, умершая, ради того, чтобы в этом кусте, в этом было много другой корнеплод. он тоже умирает ради того, чтобы дать жизнь. И вы знаете, опытные хозяйки, ну, я сталкивался больше с хозяйками, чем с хозяинами, они бросают хорошее семя, доброе семя. Если они бросают семя плохое, они так и видят на этот урожай, там ничего хорошего не может быть. Семя должно быть. Послушай, я говорю о семени, это моя жизнь, что я посеял Богу, что я отдал Богу. Она должна быть замечательной. я потратил свою жизнь. Павел мог прожить шикарную жизнь, сидя в Синедрионе, участвуя в дебатах, рассказывая о великих, великих достижениях еврейского народа. Он отдает свою жизнь. Он отдает себя для того, чтобы проповедовать Иисуса Христа. Его бьют. не уважают, не почитают, унижают. Он пишет письма тем, которые недостойны и не могут даже определенные вещи исполнить правильно, но все равно Он пишет письма. Эти письма доходят до нас. Он умер для себя, чтобы быть плодоносным. И Он говорит, и если я живу, то не я, но живущий во мне Христос, Он делает. Послушай внимательно, ты настолько талантлив, что ты можешь прожить для Иисуса Христа такую замечательную жизнь и быть настолько плодоносным, как Павел, как Тимофей, как все апостолы. Вы знаете, мы можем быть плодоносными, но только для этого нужно подвязаться той мыслью, что я должен умереть. Вы знаете, есть люди, которые никогда ни за что не платят. Они думают и они хотят, чтобы Бог за все платил. Павел не был таким. Он даже в некоторых местах плел палатки. Знаете, почему? Шил палатки. Для чего? Чтобы ему было что покушать. Он говорит, я умею жить в скудости, умею жить в изобилии. Мне все равно, в какой я жизни живу и какой я жизнью живу, мне не все равно, угождаю ли я Богу или не угождаю Богу, я хочу угодить Ему. И цель его была достигнуть Иисуса Христа, как он достиг его. Вы знаете, когда у тебя вот такая цель, фарисея, я понимаю, это сверхъестественный Бог открылся ему в какой-то день. Если вам открылся Иисус в какой-то день, и вы еще не посвятили себя Богу, вы не посвятили свою жизнь Ему, значит, что-то в вашей жизни не так. или он не открылся, или откровение ложное, или вы не знаете его, потому что кому он открывался, лица тех просвещались, они менялись в одно мгновение. О, послушай внимательно, это не значит, что ты изменился сразу и сразу стал плодоносным, это значит, я стал другим человеком, я уже не живу, для себя я живу для Иисуса. И когда мне говорят, пойдем в церковь, аллилуйя, завтра идем, сегодня идем, послезавтра ой, я так устал. Вы слышали таких? Когда я так говорю, я ловлю себя на мысли, усталость моя никуда не уйдет. Ну, я не устал же кушать, я когда болею, я очень много кушаю, я когда чувствую, что я заболеваю, три раза в день кушаю, так один раз, а так три, я чувствую, что надо накормить себя, я заставляю себя, я впихиваю в себя, потому что я понимаю, что я болен. Вы знаете, для того, чтобы в моем организме была энергия, я не такой толстый, чтобы в нем было много энергии, чтобы сражаться с инфекцией, болезнью, я понимаю, надо, и Наташа, сколько можно кушать уже, да, говорит, бывает, я говорю, я просто, ты не понимаешь, я болен, когда болеешь, никто не кушает, она говорит, у меня другая теория, вы рассмеялись, да, ну, это нормально, у меня теория другая, у моего папы такая теория была всю жизнь, он все время худенький был, у моего дедушки была такая теория, он тоже худенький был, но мы понимаем, что нам нужна энергия для того, чтобы сражаться, у моего папы был один вопрос, когда он по телефону, звонил, да, Ира знает, а Катя поила, то есть, у него цель была, он видел ее слабенькой, а слабых надо кормить, если ты слаб, и ты не кушаешь, тебе надо заливать себя, правда, тебе не хочется идти на служение, ты должен заставлять себя, тебе не хочется молиться, тебе надо заставлять, тебе не хочется читать Библию, тебе надо заставлять себя, и вот поэтому я понимаю, что моя теория библейская, ваше нет, если не хочется, не кушай, моя теория совсем другая, кушай, когда не хочется, кушай всегда, ну, только если уже надо похудеть, не кушай, итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божьего, еще спрашиваю, разве Израиль не знал, Моисей говорит, я возбужу вас, ревность, не народом, раздражу вас народом, несмысленным, а Исаия смело говорит, меня нашли неискавшие меня, я открылся, не вопрошавшим обо мне, об Израиле же говорит, целый день я простилорал руку мою, к народу непослушному и упорному, бывает мы упираемся в чем-то, бывает мы стоим против, познания Иисуса Христа, просто из-за того, что нам хочется, ну, прожить эту жизнь хорошо, ты все равно умрешь, у меня для тебя новость, для каждого из вас новость, мы все равно умрем, но как умрем, зависит от вас, как умирать, это твой выбор, и вы знаете, лучше умереть сейчас для Иисуса, чтобы жить вечно, кто умер уже нормально, все хорошо, но если ты еще не умер для Иисуса Христа, тебе надо умереть для Него, чтобы жить вечно, в твоей жизни все поменяется, не сразу, год пройдет, два, три, но когда ты будешь оглядываться на свою жизнь, ты скажешь, я не даром уверовал, я не жалею, то, что принял Иисуса Христа, потому что вся жизнь моя изменилась, вы знаете, бывает, надо умереть для себя, научиться себя кормить, питать, научиться жить с Иисусом Христом в новой жизни, ходить с Ним, понимать, размышлять, потому что я всему учусь, многим вещам учусь, и вот эти вещи, которые меня учит Бог, Он говорит, слушай, это то, для чего я призвал тебя, ты должен умереть, ты должен быть в состоянии, умереть вместе с Ним, вы знаете, нам не надо умереть физически, на крест пойти, отдать свою жизнь, но просто нужно в некоторых вещах себя отказать, правда, запретить некоторые вещи себе, потому что это Ему не нравится, потому что у нас в первую очередь есть цель, кому мы хотим угодить, если ты еще не познал, кто такой Бог, я тебе хочу просто рассказать, что тебе нужно встретиться с Иисусом Христом в твоей жизни, тебе нужно встретиться снова с Ним, некоторые потеряли Его из виду, у вас тут пустота уже, вы знаете, некоторые перестали Его кормить, питать, и вы знаете, вам нужен Иисус, нам нужен Иисус, Он сказал, я приходящего не изгоню вон, Он не выгонит вас, если вы будете спрашивать, Павел в Тимофею говорит так, Я поставлен апостолом и проповедником, учителем, язычником, ибо я знаю, в кого я уверен, и уверен, что Он силен сохранить залог, я знаю, Он знал своего Бога, знаешь ли ты настолько своего Бога, который умер за тебя на кресте, который пошел на крест за тебя, знаешь ли ты своего Бога, тебе нужно принять сегодня решение, не завтра, умереть для себя, умереть для своей жизни, для того, чтобы, Господь, что ты хочешь сделать вам? Я когда задаю некоторым такие вопросы, они говорят, Бог уже все сделал, нам ничего не надо делать, они не знают Его, они не хотят Ему угодить, они стремятся к своей жизни, я верю, что Бог избрал тебя как служителя, как того, который может несравненно больше, но Он не может тебе дать больше, чем ты можешь поместить. Ты должен взять свой крест и следовать за него. Вот тот крест, то служение, которым ты должен находиться. Но если ты не следуешь за Иисусом, то и крест тяжел, и ноши невозможны, кто-то устал, тебе надо снова прийти к Нему. Иисус, прости меня, я искал церковь, служение, а мне нужен только Иисус. Даже вам пастырь не нужен, честно, вам нужен Иисус. Когда вас будет Иисус, вам не надо будет задавать лишних вопросов. Никому. вы будете сами знать многое. Аминь. Если Иисус откроется вам, все остальное не будет. Давайте встать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok